итак ребята здрасте речь пойдет сегодня о мане что же такое мана в бсвг все мы знаем что мана на всех играх требовалось для того чтобы какие-то скиллы заклинания сил и прочее такое здесь мана не влияет вот эта мана который находится под хп она не влияет на использование скиллов и вообще в принципе здесь скиллы ты можешь клацать и тебя нет никаких затрат маны нет мана коста на скиллах поэтому когда люди заходят смотрят о боже как ты юзешки вы поставить ему она не расходится на честь расскажу как получить ману где ее заработать и на что ее лучше и эффективнее тратить давайте разберемся откроем действия и вот она находится у нас вот здесь как по мне какой-то огонек в принципе здесь написано использование маны эта функция будет доступна после 50 уровня то есть до 50 уровня вы можете даже не 20 как только вы получили 50 уровень вы сразу выставляете на панель то нам не стоит на семерочки кому куда удобно и значит открывает и рассматриваем да и кстати когда вы получите 50 уровень у нас уже будет мана так как вы ее получали за всякие различные квесты убивая монстров своего уровня и прочее прочее давайте что же это такое осады да сейчас кстати я выключу чтобы было понятно я отключил когда горит красный ответ значит все осады ману свою можно перерабатывать леву только на осадах когда вы раз находите на осады приходит до насады и включаем ману у нас загорается зеленый цвет и сразу написано потребление маны включено значит что будет иными словами у вас будет сниматься мана когда вы будете добивать не вы а неважно ваша раса когда вы будете получать соль ваша мана будет перерабатываться мана отнимается экспо прибавляется я свою ману кстати если уже на осадах это постоянно пусть будет включено вообще я просто советую просто включите и все и не выключайте рифт рифт пока рановато еще рассказывать что такое потому что его еще нет на бсф и на какой главе он выйдет еще неизвестно в общем в лифте тоже можно ману включать получать всякие ништяки и так далее ну пока рифта на этой главе к сожалению будем ждать может быть на следующей главе боссы боссы это склады ой простите прошу прощения боссы это пит боссы на которые ходят кланами несколько пачек а может быть и целой расой при включении мы будем получать черный минерал и прочие прочие ништяки ну это конечно я думаю для тех людей кому я рассказываю смысле для вас да для вас так есть на рановато потому что те люди которые ходят уже на питов они знают чего эта функция давайте создать охота мы что делаем за охоту мы получаем бонус адены то есть когда мы убиваем не каких-то питбосс а простых складов собираемся в кучу собираемся кланом друзьями кое-как да просто находим каких-то людей и убиваем склада мы получаем дополнительное золото но мана при этом отнимается золото будет не особо много там от 10 по моему до 15 тысяч я считаю что это не такие уж большие деньги за которые стоит отдавать свою ману но лично я никогда не включаю ну если я уже будучи в 87 левел и мне ману попросту некуда кидать тогда да я могу включить и расходовать так как она постоянно набивается никуда не перерабатывается а если вы качаетесь то я лучше даю вам совет использовать ее это осады и вот еще на что слава включаем тоже и слава что дает этот эта функция самая последняя при убийстве врага вы получаете за него опыт в том случае если у вас включена эта функция данный момент она выпущена теперь мы и включаем и в том случае если у вас есть мана если у вас нет маны то соответственно мы не получаем ничего да еще если у противника нет хонора смысле славы тогда вы не получаете тоже ничего поэтому ну и соответственно мана не уходит вообще всем кто качается в каких-то локациях 50 60 70 плюс кто только начал играть кто кого происходит какие-то стычки между врагами то конечно я советую включать потому что дает не могу сказать что дает много и не могу сказать что дает мало среднем то неплохо и ману перерабатывать значит осады это перерабатываем мы свою ману experience это самый первый раздел осада мы его включаем и самый нижний раздел при убийстве врага мы тоже получаем опыт получаем но ману перерабатывать вот эти две строчки нижняя самая и верхняя они отвечают за экспо ну вот эти все за получение денег то есть вот охота еще можно включить для того чтобы когда ты сдаешь рекомендацию делегата или когда ты сдаешь вот эти квесты я говорил и время если их нужно брать но если время если конечно их не взял то сожалению ты ничего не получаешь не отдаешь так сейчас я вам покажу значит кровь титана мана перерабатывается и начисляется немножко больше денег и флаги зоны высадки тоже мана отнимается и ты получаешь больше количества золота и 7 войны соответственно тоже да ну и рекомендация делегата рекомендации делегата может полить каждый и давайте сразу разберемся где брать эту могу как ее набивать после того когда мы все слили у нас просто у меня видим 1600 где нам ее набивать и как она каким путем она добывается значит если вы являетесь 50 уровнем и вы пошли на осады слили полностью подчистую всю свою ману и теперь вам надо ее заполнить хотя бы до половинки чтобы на следующие осады вы успели прийти с маной что вам нужно для этого делать просто убивать мобов неважно если смога квест мобов квест нету вы просто убиваете мобов получаете за каждого убитого моба там по моему то ли 2 то ли 3 то ли до 10 зависимости от моба зависимости от левела вы получаете ману еще конечно ману можно будет точить то есть заходим в умение и сейчас объясню для чего это сделано дальше находим этот скил увеличение маны который мы будем качать качаем моего это понятно а точить это немножко другое потом я может быть и видео общего по за . скил запас маны при улучшении мы получаем больше больше количество маны и вот мана охотника это очень важно у меня мало пока прокачан но не столь важно значит что нам требуется для первого уровня прокачки и и точнее улучшение понадобится всего лишь золото там по моему немного вообще какие-то копейки улучшаем сразу на один после этого на второй уровень уже понадобится немножко соли то есть жалование жалование получается получаем и на осаде и адена будет то есть смотрим по средствам смотрим по количеству жалование если доступно у вас мы улучшаем этот скил обязательно хотя бы немножечко качаем его на двоечку на троечку хоть сколько мы можем вот потом мы приходим на какую-то локацию просто убиваем оба получаем какое-то количество маны там минимальная и к примеру нам дают квесты за мобов убейте 25 различных мобов таких таких и таких мы убиваем 25 мобов таких заканчиваем квест получаем посылку или это камень портала смотря в зависимости от квеста какой он был и мы получаем ману за это выполняем все квесте на локации и потом уходим в другую локацию выполняемся квесты там получаем ману все очень просто или еще один вариант где можно получить ману это если вы к примеру шестидесятый уровень или 50 или 70 неважно ищем пост который является по вашему уровню то есть если например 50 уровень значит вам подойдет пост зимара летим на пост зимара подходим к аванпосту и нажимаем задание это будет задание аванпоста по моему будет называться так и берем эти задания там можно три по моему делать сутки выполняем эти три задания там на зимаре на 1 можно выполнять два квеста там нужно будет убить каких-то скелетов и еще кого-нибудь убиваем их по 50 штук приходим отдаем опять аванпосту и получаем за это адену опыт и плюс еще ману то есть знаем да что два способа у нас получать это колотить мобов без конца и делать с них квесты и к примеру вот так выполнить задание аванпоста и получить за это ману да еще на что важно сливать свою ману вот видите на карте у меня показаны такие сумочки я на них клацию они цвета меняют то есть типа это зеленый цвет это какой-то красноватый прошу прощения за мой дальтонизм вот к примеру и мы берем раз-два было маны 1600 стала 1200 что мы получили получили 200 200 золота и жалование 2 это не так уж и много но нужно это сделать для того чтобы будет потом достижение вы видим она у меня уходит я клацию получаю у меня минус 200 маны платься еще раз у меня еще раз минус 200 маны но бонус идет и нужно будет очень 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 много этих сундуков до получать для до стяги поэтому мана должна быть тоже постоянно постоянно колотить мобов постоянно делать в общем не стоять столице если ты столице не стоишь а просто убиваешь мог делать всякие достижения задания и прочее прочее мана у тебя накопляется потом ты и просто сливаешь на экспу или деньги надеюсь я понятно всем объяснил ребят всем спасибо за внимание приятной игры всем удачи